девочки мои доброе утро мои бусинки и мальчики тоже доброе утро я вам сейчас расскажу историю что было с юлей вчера живительная водитель или как это эликсир живительный ну мои девочки слушайте что произошло вчера я же вам там наговорила буду готовить буду стирать буду то все окраситься время уже капец я вообще планировала полдевятого выйти на работу а сейчас время 8 может 9 выйду все-таки я отравилась этим сыром вот зачем спрашивается кушать всякую херню я вчера в обед пришла домой тут ведь уха прибежал от бабы у нас же баба теперь вот через дом живет прям рядом и этот я ничего не готовила то что витек в пятницу приехал с этого плавания с этого аквапарка и сразу же до бабы ушел и я думаю а я вязала а я когда вижу когда я увлечена у меня дома все все становится ничего не делается вот ну я по идее я вчера не хотела но не должна была идти на суббота выходной я думаю пойду поработаю вот соответственно опять-таки дома ничего не делала с утра встала собралась пошла на работу в обед пришла голодная вот я в шесть как завтракала и я пришла уже по моему было половина первого ничего нету в холодильнике только колбаса сыр этот майонеза кетчуп и всякое такое я короче наделала себе этих бутеров хлеб сырный соус колбаса и этот сыр копченый который разваливается я так хорошо вкусненько поела еще попила чай с шоколадкой с печенькой потом потом я а по работе написала этот накладные вот это все сейчас я открою окно жарко если ты мне тут что-нибудь сбросишь я не хочу другатка поняла ругаться буду с тобой по работе написала все сделала накладные и меня в сон прям знаете глазки закрываются думаю полежу немножко в тик токе какие-нибудь рецептики посмотрю что готовить потом прям с чувствуешь посыпаю думаю окей посплю куда мне торопиться успею я и постирать и убраться и кушать приготовить все куда мне спешить и я короче этот уснула уснула просыпаюсь в 4 по моему было или пятый час и у меня короче как будто я не знаю переполненный желудок у того тяжесть короче желудки и не обратила на это внимание что что покушала и сразу легла из-за этого вот давай стираться тут у меня же не автомат машинка полуавтомат давай тут воду короче набирать все стираться и чувствую а нет потом яблоко у меня лежала яблоко и его достала позавчера с холодильника то что вот этот новый холодильник капец его на всю мощность поставила мне там все замерзает даже вот тут вот я его достала чтобы она согрелась потом покушать и это яблоко лежит на мою я его сейчас скушаю ничего кушать не буду сегодня на ужин просто яблоко не хочется тяжесть желудки съела я это яблоко и капец от него у меня короче стало как будто хотеться кушать прям как будто желудок сосет и вот он у меня так этот желудок сосал что меня визу выворачивала пипец грубо говоря мне кажется знаете я до часу ночи не спала я мучилась я выпила сначала я выпила цирукал это противоработная одну таблетку мне нифига не помогло легче не стало потом я уже где-то наверное в пол двенадцатого я себе запарила этот печеночно желчегонный чай попила ну вот я его попила вроде как мне чуть-чуть легче стало вот это что то потихонечку как бы стала проходить потом у меня началась как будто изжога я вообще я не понимаю что со мной было сегодняшней ночью я потом выпила амепрозол две таблетки кое-как я потом уснула и уже в три часа ночи я просыпалась в туалет я чувствую уже что нормально короче мне прям это легко ну ё-моё это короче это сыр яблоко же не может быть правильно это сыр еще поди сыр колбаса этот соус может быть это было перебор на типа сильно жирная я не знаю там холестерин и еще какая-нибудь я получилась я не выспалась я вот честно мне вообще слегла я бы наверно уснула и тут до 12 мучилась потом три встала и потом светать начала что-то проснулась воды попить и потом только легла засыпать уже будильник звенит думаю блин буду вставать или буду спать и буду спать легла выключила будильник легла лежу и не не хочу заснуть и такая думаю нет юля ты же сегодня хотела короче пойти поработать тебе же нужно готовить кушать сегодня же приедет витя и короче встала все если что думаю днем посплю но я вряд ли посплю я сейчас пойду поработаю но недолго до 12 где-то потом я приду и мы будем готовить кушать знаете что если не подготовить горчанки знаете что это такое я тоже не знала увидела в тиктоке вчера фарш у меня же есть фарш тот готовый туда гречку я уже гречку отварила я с утра встала помылась я перемыла все дома я вышла вытряхнула полосики я протерла всю пыль короче я уже все мне осталось до подобного дела вот эти домашние это только приготовить кушать и все поэтому я спокойно могу пойти поработать и успею я приготовить кушать а еще шарфик надо довязать мне вчера было так плохо я даже вязать не могла девочки офигеть просто офигеть но у меня такое бывает и сейчас мне немножко плюс это может быть эти таблетки мои королевские то бобы сегодня есть не стала пить думаю отдохну один день посмотрю что будет с утра хотела мысли себе этот залить молоком и этот они капец у меня уже давно открытые я не знаю муж полгода побоялась думаю вдруг просрочились хотя чё с ними будет ничего не буду ни одна пачка новая запечатанная я ее не открываю потому что думаю надо те сначала артистка ёпперс это ладно посмотрим но час как бы у меня желудок как он себя чувствует не знаю вроде нормально но немножко пошло то не то а так нормально пойдет гораздо лучше чем вчера и вчера тофу жар меня бросает мне прям все и все мокрая я вот так себя этот обдуваю немножко потом спустя время меня морозит как будто бы у меня температура я под одеяло мне не никак не теплее на планировала что вчера все по делаю сделаю хотела позаниматься зарядкой хрен то там ничего я не занималась а хотя хотелось сижу неплохо я думаю блин жопу покачать по приседать и и нифига моё состояние здоровья мне этого не позволяла сделать вчера в тик токи такие интересные баттлы были и я не могла даже смотреть я включила и лежу и как будто засыпаю и сплю и не сплю и все прослушала ничего не знаю что там было кто кого вчера там и ругань была ругались мой я все пропустила а теперь и не узнаю в тик токи нету такого повтора или сохраненная какая-то трансляция там вот по факту попал попал не попал не попал я вчера еще с утра проснулась было в ужасе от того что разрывались все соцсети все средства массовой информации о том что произошло 22 марта подмосковье кошмары я как расстроилась я же вот это все близко к сердцу беру думаю да ну нафиг вообще как такое возможно как такое блин возможно что творится с этим миром что происходит с людьми какие все злые какие все агрессивные сколько зависти сколько злости ненависти это просто кошмар это просто кошмар вот поэтому знаете я не люблю вот эти всякие как они называются мероприятия которые проходят в городе на площади где большое скопление людей я это все не люблю я не хожу потому что я боюсь мало ли что может произойти что у кого-то на уме фиг его знали целее будем эти все время мам пошли мам пошли что мы никуда не ходим на вот и не ходим это там слышно что что-то произошло то там слышно жить страшно короче стал блять уже руки как базуки стали надо как-то далее это девочки сушку какой-нибудь сделать на мой это легко это очень легко но почему-то рот не закрывается он пожалуйста гречку отварила кефирчик купила огурчики яблочко пожалуйста сидит целый день кушай кто тебе запрещает и не голодная будешь и подсушишься нет же она же пироженку скушать колбаску сырок какой-нибудь соус и вредный майонез да-да-да ходить на фитнес и у меня нет желания я бы хотела если бы он был где-нибудь у меня здесь на районе это раз у нас есть в этом барабай куда витя ходит но там одни пацаны я вам отвечаю я пошла один раз думаю пойду короче чё-то работы как-то там одно время не ну типа свободное время у меня было с работой потише было думаю пойду пошла 700 ценге там стоит билетик и хоть целый день ты там занимайся с утра до вечера там одни пацаны мужики там вообще женщин нету вообще мне некомфортно там было и там одни знаете эти качалки тренажеры качалки а мне вообще нужно для спины и качалка это когда на уровне блин паха вот так тут ноги крепятся это вот так короче берешь в руки круг вот такой вот ну типа вес и и держишь его так вниз короче наклоняешься и вот так поднимаешься но это больше пресс да но это еще для спины это для спины точно тут чё я придумала было я тоже себе тут придумала тренажер дома надо будет попробовать сделать блин я так я так рада что витюхи не было что мне вчера было плохо он бы напугался мне кажется я вчера даже думаю если бы он вот это лежала не мам мам постоянно бы то подай что-нибудь то принеси то унеси то спишь не спишь я вообще отвечать бы не могла мне бы еще хуже было так я лежала тихонечко страдала мучилась зато никто мне не мешал и никому я не мешала а я если честно люблю болеть 1 вот есть такие люди которым нужно чтобы кто-то рядом находился мне в этот момент наоборот меня все оставьте не трогайте меня вообще уйдите я одна я полежу отойду и все будет дальше продолжаться как как и было вот я такая мне не надо подавать стакан воды но это может быть пока как будет дальше я не знаю да как будет дальше все будет нормально господи я знаю одну бабушку у нее такая судьба вы не представляете она вообще педагог она педагог она очень тактичная женщина она вот про таких говорят правильно она никогда не про кого плохого слова не скажет мне кажется она даже не подумает никогда никого не осудит она всегда говорит у каждого своей жизни проживает это как он может как он хочет это его право его дело нравится окей пожалуйста это твои это твой выбор очень женщина хорошая но она похоронила всех детей мужа у нее за всю жизнь был один муж и вот она его похоронила и детей и в маленьком возрасте хоронила и уже взрослых 25 лет вот последнего сына похоронила потому что 37-летнего похоронила мужа похоронила и самого старшего сына я не знаю сколько ему там за 40 тоже похоронила она осталась одна она осталась одна она еще тем более не из казахстана и и все родные где-то в россии по моему и этот вот она тут живет одна ничего справляется и все нормально но у нее приходит соц как-то называется соцработнику не до к ней прикреплен сок соцработник что что там такое мусор господи напугала меня думала ей придавило что нет лапку вот соцработник не ходит когда она себя плохо чувствует и если ей что-то нужно из продуктов соцработник ей это покупает приносит когда она себя хорошо чувствует то они по магазинам ходят вместе этот соцработник у нее как сопровождающий сумки помогает мсти и так далее как ни крути все нормально торопись на нашей говорите не белый цвет и это мне очень казалось всегда что мне белый не идет я сама по себе такая черная плюс я еще там вечно кран румяна вот это он я вообще вся как такая коричневая песочная место казалось что мне белый цвет не идет а тут вот если бы не вот эта дубленочка пальто я бы и не зла и вы знаете она сейчас подешевела ее партий почему я не подождала чуть-чуть просто она попал она она попала раздел то ли распродажа то ли что-то такое то есть сейчас она вообще там стоит копейки я вчера нечаянно увидела они же мне теперь постоянно на почту присылают всякие предложения акции скидки ну и вот я думаю хотя бы уже это мне не присылали чтобы я не расстраивалась нет надо было прислать сейчас на ней сильно ты расстроилась но по идее если бы чуть-чуть подождала получилось бы экономия но так как юля и экономия это две несовместимые вещи то и нечего расстраиваться и сегодня проснулась зашла в каспий думаю оплачу счета а мне счет пришел только по свету вода канализации отопления еще не пришло пишется новых квитанции нет кска у меня переплата идет интернет я оплачиваю ну где-то 31 числа 30 сейчас не стала закидывать все вот и все я еще что-то хотела вам рассказать не знаю что-то важное блин не могу вспомнить что же я хотела вам рассказать важное девочки самое важное конечно я рассказала важнее что мне вчера было плохо нет ничего на свете шучу мне вообще кажется что сейчас я не буду писать комментарии ой кому какое дело как ты там себя чувствуешь согласна абсолютно на все сто процентов мало кому интересно что там у меня по здоровью но решила рассказать поделиться так сказать чтобы вы не ели всякую гадость если вы видите что это уже просрочено но хотя я тоже с до конца я не знаю от чего мне было плохо я помню еще в детстве мы поехали короче на природу были отдыхать на рыбалку там то есть родителями и мама наварила короче яиц картофеля мундире майонез помню прекрасно что был майонез и я уже помню на обратном пути когда мы ехали я прям сильно сильно кушать захотела и мама мне дала короче эти яйца майонез картошку и вот я ехала в машине это лопала все мы приехали домой и мне было очень плохо по моему суток двое точно было плохо но мне кажется что это был майонез нет он был с хорошим сроком годности просто я его много съела и у меня поджелудочная мне привет сказала все девочки я же вам распаковку не показала хотя я уже постелила это новая постельная она бесподобна она просто качество наикрутейшие плотная очень плотная постельная классные сегодня ночью под ним спала уже я вчера только постельная сняла я же вчера все-таки все перестирала и и застелила вот сразу новое очень классного качества и вот она мне обошлось 4000 11 набор там идет наволочка под одеяльник и просто вот 4000 тенге классная просто так губы вот так вот я не знаю если вам нужен кому-нибудь артикул артикул напишите в комментарии а я напишу блин если честно не охота наработаете вот чё делать девочки не охота но мне кажется надо потому что бог его знает что у меня завтра будет на работе может меня загрузят и я не этот не успею сделать есть объем работы мне нравится идти немножко на шаг вперед сейчас посмотрим накрашусь а потом посмотрю сколько время я хочу сегодня приготовить гречанки с этим с толчанкой не знаю салат и суп супчик почему-то хочу жидкая вот мне надо жидкая а то у нас вообще никогда жидкая не бывает вот у бабы видите есть все а дома начинает мини нервы трепать понимаете это я буду это я не буду это я ем это я не ем а потом когда я со свекровкой начинаю разговаривать а он оказывается все ест понимаете все кушает а мне нервы трепает так что розовым накрасить или каким или темным давайте уже каким-нибудь накрасим эти губы господи ой сейчас расскажу вам родным пипец просто вчера ржала мне и смешно было и и злилась одновременно короче у меня есть знакомый зовут его ваша так вот этот ваша придумал как будто бы он в меня влюблен вот мы с ним пробовали у нас было свидание встреча тому может быть месяц мы может неделю общались может две недели я не помню мне он не понравился не моё не то пальто короче и на на дороге мужик нормальный вот голова короче на плечах есть работящий серьезный короче но юли все не так не то что то не то я уж так не могу мне нужно как сказать чувство страсть вот это все а вот просто вот это вот я не могу так на типа если мне не нравится человек но он такой хороший мужчина настоящий и но у меня к нему нет чувств и вот типа сойтись быть с ним в отношениях только потому что но нормальный реально нормальный вот у него свой бизнес можно так сказать ну не можно так сказать она так есть причем очень прибыльный и никогда не никогда этот бизнес не сможет как сказать заглохнуть что такое ладно и короче мы с ним тогда пробовали я говорю нет все паша нет хотел не цветы дарил продукты все просто сумками все тащил шоколады торты все время кофе там я не знаю ну вот всякое такое он всегда вот реально человек там раз счетом за интернет закинет вот вот такой вот он если говорит там из тебе нужные деньги скажи я тебе типа перешлю на карту вот так вот она я не смогла потому что у меня к нему еще я к нему просто вот как человеку и все ладно тут мы потом он мне как-то осенью еще писал еще короче когда писал и ну а я ему правду отвечаю всегда тут он мне опять пишет вчера или да вчера начал писать привет на работе я пишу привет да да скольки будешь я не отвечаю потому что я уже понимаю почему все это идет давай увидимся я ему отправляю голосовую по любому когда-нибудь увидимся потому что город маленький у нас он такой пиши адрес я сегодня вечером приеду не я не отвечаю мне снова пиши адрес я типа вечером приеду через время я пишу нет он пишет почему я пишу зачем он пишет я соскучился я пишу что типа ну и что это ничего не блин это не повод он что-то не этот а я ему говорю у нас ничего не получится поэтому зачем ты будешь свое время тратить я буду свое время тратить нет он ведешь себя как маленькая а как девочка как девочка не сказал я говорю так я и есть девочка или что ты меня хотел типа этим обидеть я есть говорю девочка кто я мальчик что ли он такой а меня это короче что-то так понимаете за дело думаю нихера себе мужика себе возомнил это что такое я не могу успокоиться мне что-то плохо тут он меня еще задел муки я ему скидываю голосовой я говорю я не поняла паша ты вообще на что намекаешь типа нет сначала канала что я молодая полна сил и энергии и боли я короче забыла что ему там сказала первое но второе но первое было что-то типа того что я еще встречу своего человека которому у меня будут чувства и с которым будут отношения а второе я ему сказал я говорю или что ты считаешь что я такая убогая что ты мой последний шанс на даже если бы ты был последним моим шансом один хрен я бы с тобой не жила я лучше одна бы жила ну и живи я думаю и буду говорю жить смотрю он мне еще что-то короче пишет взял заблокировал все ой господи для странный мужик вообще мужики они все странные я не понимаю я не понимаю этих мужчин одни блять какие-то убогие вот ей богу убогие пусть меня простят их мамы у которых нет ни цели никакой найдут какую-нибудь работенку за 150 тире 250 тысяч и довольны и бать вот просто честно извините меня за маты это эмоции а посмотрите на женщин какие стали женщины уже 200 тысяч для женщины 250 это разве деньги нет каждая женщина стремится заработать нормально к чему не все конечно но в основном в основном да иди маруся грызет мне там ногу я тут такие дебаты веду или что купил себе машину и все король да конечно еще и в кредит я согласна если ты ее за наличку взял до скопил насобирал а то в кредит он возьмет машину есть довольны жизнь удалась да ни хрена ничего у тебя не удалось жизнь удается только вообще это это 0 0 0 1 процент что ты взял себе машину вы я не знаю я не могу а я знаю щас одиноких мужиков кто они такие это мужчина финансово не обеспеченный абсолютно ну или парень там да и вот он а а он еще знаете да он же еще будет ходить и говорить типа да еще все такие женщины типа мне такие не нужны да я знаю кто вам нужен такая которая многого не просит которые ничего не надо вот которая будет рада только вы поняли меня короче а сейчас женщины имеют мужиков да простите меня все мои ухажеры женщины имеют мужиков но никак не мужчина женщина раньше да раньше были вот казанова вот эти господи ловеласы вот эти которые с одной другой с трети реально они там целенаправленно девушку там убалтывали потом с ней проводили ночь и пропадали а сейчас все по-другому все по-другому время другое о чё-то меня несет не в ту сторону давайте сменим тему я в этот жжо жжо а подожди не жона ненавистница как 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 их называют мужчина ненавистница нет я согласна женщине без мужчины очень трудно в плане хотя бы любви и ласки вот хотя бы любви и ласки но любовь и ласку не нужно путать ну короче любви и ласки недостаточно для того чтобы создавать отношения во-во-во-во-во вот так правильно любви и ласки недостаточно для того чтобы можно было создать союз вот все я все сказала я буду красить сегодня глаза или нет тени все я уже на работу опоздала короче у меня такая тема если я до девяти часов не вышла на работу все я я уже туда не пойду но я не знаю я на пойду ой вот это я даже не знаю выкладывать это видео мне или нет даже не знаю конечно выкладывать конечно я подпишусь за каждое свое слово если нужно будет и отвечу и отвечу и Мердится быстрее земля, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Мердится на ближайшее земля. Где-то на небе он сплетел, Там, где всегда мороз, Трутся спиной медведев, А земную осень мимо плавал под дезин. Спят под льдом моря, Трутся опросы медведев, Вертится земля. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на тоже тут долго не могла уснуть потому что у меня мышка короче откуда-то появилась у меня мышка и она у меня что-то тут на кухне грызла мне кажется мешок с мукой мне было страшно мне кажется она зашла ко мне через отдушину потому что у меня души на сет этой решеткой короче не закрытая и убрала эту решетку по какой причине я не скажу мне так надо короче вот этот ладно расскажу по какой причине я же курю в эту отдушину конкретно выходит вот понимаете я туда когда один раз попробовала курить и дым прям весь туда круче уходит я вот так вот стала я залазил на стол и курю короче в эту отдушину у меня квартире вообще не пахнет сигаретами вообще вот и поэтому она у меня пока короче открытая как только я там перестану туда курить сейчас наступит тепло я буду курить на балконе и все я закрою эту отдушину а так мне кажется что это мышка попала ко мне через эту отдушину и я вообще с нею жила там позавчера мне было так страшно потому что была ночь и она там шкреблась я боялась что он еще может залезть ко мне под дело и палец не ноги отгрызть но она не залезла ко мне палец мои пальцы все целы все нормально все хорошо так все я не буду сильно краситься если что простите меня себе что-то сказала не то пожалуйста я не знаю что на меня нашло но это ведь и мысли у меня в голове понимаете и я уверена что многие со мной согласятся